всем здравствуйте так сегодня буду готовить капусту тушеную кому интересно оставайтесь с нами да сейчас покажу это я так уже третий раз готовлю меня мама научила подсказала маме тоже подсказала соседка научила ее и она меня научила очень понравился рецепт может конечно кто-то так готовит я уже показывал когда-то вам но еще раз покажу потому что много новеньких на канале поделюсь своим рецептом так смотрите вот у меня сковородочка я налила сюда томат томат налила и добавляю сюда в капусту вот я насекла сейчас буду добавлять и пусть она там тушится с томатом не масло растительное ничего не наливала вот у нас томатик так ребята капусту насекла полную включила томат нагревается крышкой я не накрываю просто периодически мешаю жду пока томат весь испарится жидкость выпарится сейчас я все хорошо перемешаю добавим сюда лук и морковь добавила я две луковицы и морковь у какая у вас есть сковородка в общем полную накрошила и морковочку добавила томата у меня была вот такая вот баночка и половинку добавила ты не знаю сколько тут 750 на ума все вот томат жду пока вы париться сейчас поставлю на не сильно большой огонь на шестерочку и пусть выпаривается потом дальше к вам включусь все девочки водичка почти вытушилась уже нет я конечно сми тут палец опекла лентикой так мешал твой зеленый а наш ручка короткая так поднес и она как паром долу блин болит ужас ладно да не еще он вода ленте есть сейчас надо выкипит все я добавляю растительное масло так хорошо побольше маслечко посолила поперчила сейчас добавлю лавровый листик и буду теперь жарить смотрите я вот в дырочку налила вот столько масла и щас буду все перемешивать так я посолила с перчика добавлю немножко молотого на периодически мешаю и подсаливаю ребята будем жарить дальше капусту все пару лавровых листиков сюда добавлю больше ничего не добавляю если масла мало я еще добавляю растительное жарю на семерке сейчас на 7 программе я крышкой не накрываю все капуста готова она как начинает немножко тут подхватываться я ее уже потом отключать ну конечно периодически ее мешала мешала все и отключила пусть остывает капусточка готова вкусная очень получается капусту пожарили как вы думаете девочки чем я занимаюсь угадайте правильно пирожочки готовлю пирожочки с капустой смотрите уже налепила сколько я раньше когда лепила всегда швом вниз а теперь девочки нет швом вверх потому что они вот лежат подходят и бывает расходятся я так раз раз где-то подщипнула подщипнула уже долепливаю эти сколько тесто такое классное получилось я оставлю под видео под видео вот тут вот тут где-то ссылочку на рецепт пирожков это тесто мама моя поэтому по этому рецепту всегда готовит пирожки но они мне как у мамы на никогда не получается они у нее какие-то у каждой хозяйки все по-разному но тесто очень вкусное так что оставлю вам я уже не стала снимать я просто знаете как долго тут сани общалась она только отключилась и ранее уже пирожки долепила а видео никак не сняла хорошо что я нажарила всю капусту девочки вот это у осталось вот это все софия порцию поела я сначала тарелочку переложила для пирожков вот это еще тут раз два три 4 5 6 7 вот такой вот такая головочка была капусту так что лепим пирожочки нажарю пирожков тесто вообще классно я конечно переживала вот это все покупала дрожжи обычно я делаю со таких поняли не сухих это думаю наш купила думаю приготовлю сухих высыпала одну пачку и как хорошо что я не сделала тесто давайте так сделаем занимаюсь с вами общаюсь хорошо что я не сразу не начала замешивать я думаю я сейчас сделаю типа опары ну типа опару посмотрю работает ли дрожжи ну что в сахарок муку добавила заколотила все поставила найти в теплое место девочки нифига стоит и не шевели так еле-еле пузырьки мне пришлось добавлять две пачки это в одной этой пачечки было 10 грамм значит надо было 20 грамм но по рецепту идет две столовые ложки может может там как раз есть две пачки две столовые ложки мамы мои пирожочки круглые мне кажется она делает как-то не знаю как она защипывает на вот так как-то раз а потом так как-то подкатывает мы такие они у нее получаются потом но они сейчас подойдут вот такие кругленькие а я вот так делаю так кто тут у нас открылся лежать эти уже подошли большие такие я сейчас на леплю ли сибжение был дом обычно я так леплю уже не жарит мне помогает а так уже все сделаю так не буду пережаривать рецепт тесто без яиц ребята что приготовить и вам понравится очень только вместо воды я использую картофельный отвар картошку отварили но если картошкой пирожки с картошкой хорошо пол-литра отлили водички она уже солененькая и на этом отваре делаете у меня была карту отвар куриный куриный господи картофельный я приготовила лавровый лист капусты достала чтобы горечь не дало сегодня я хозяйка решила быть хозяйкой на сегодня на кухне сбегала воды купила привезли водичку успела уже 12 литров бы две баклажки купила и вышла на улицу у нас так похолодало прям холодно похолодало сильно все ладно я буду долеплять долеплю потом пожарю покажу пирожки получились пирожки обычно жарю в большом количестве масла сейчас вам покажу уже сколько получилось вот такие красивенькие но это еще не все получается с этого рецепта ну 28-30 пирожков но если бы так был маленький напополам мне все равно я раскидываю вроде бы тесто маленькое но подходит все равно они у меня большие ничего поедем все пирожочки готовы смотрите какие красивые получились сейчас с вами вместе попробуем девочки давайте пирожочек разломаю покажу какой внутри вот такой красивенький я очень вкусненький тесто мягенькая это тесто быстро не черствеет вкусно я сегодня молодец давно пирожки не жарила прожарились так что готовьте начинку можно любую могу под видео оставить рецепт пирожков и оставлю видео чтобы посмотрели отличное тесто для гусенька все тогда с вами прощаюсь спасибо что вы были эти день со мной будьте добрее наше сейчас и так нелегкое время всем всем пока пока